Церковь Божия, братья и сестры, это место помог нам Господь, и по милости Господне мы не исчезли. И если бы не Господь, да скажет Израиль, где бы мы были, вы знаете, но пришло время в нашей жизни, был момент, когда в наше сердце постучал Иисус Христос, и мы открыли Ему свое сердце, и мы совершили вечерю с Ним, и нам так приятно, братья и сестры, пребывать в присутствии Господа и жить жизнью Иисуса Христа. Хвала Ему! Слава Богу! Нет большего счастья, братья и сестры, как знать Иисуса Христа, нет большего счастья на этой земле, братья и сестры, как иметь мир с Богом. Этот мир с Богом человек не купит ни за какие деньги. Вы знаете, приходилось слышать разные моменты из жизни влиятельных людей этой земли, которые имели биллионс, но когда они оказывались в госпитале, в горизонтальном положении, то они говорили, мы вам дадим любые деньги, только продлите мне жизнь. Но, братья и сестры, наша жизнь в руках Иисуса Христа. Хвала Ему! Наша жизнь, братья и сестры, наше дыхание в руках Иисуса Христа. И она закончится только тогда, когда Господь скажет, пора домой. Но, братья и сестры, как важно, чтобы мы знали, где наш дом и кто нас ожидает там. Верных, тех, кто возлюбили Господа Иисуса Христа, ожидает Господь. Кто тебя сегодня ожидает? Кому ты служишь сегодня? Посвятил ли ты жизнь свою сегодня на служение Иисусу Христу? Записано ли имя твое в книге жизни там, у Господа? Как важно, братья и сестры, быть уверен в своем спасении. К сожалению, сегодня есть люди, которые спрашиваешь, а ты спасен? Он говорит, но Бог знает. Братья и сестры, Бог все знает. Но есть ли печать Духа Святого? Есть ли свидетельство сегодня Духа Святого, что ты усыновлен, удощренное Господом Иисусом Пресловно? Это сегодня очень важно. Он уходил пред Богом и не стал его. Он получил свидетельство, что он угодил Богу. Аллилуйя! Какое сегодня свидетельство ты имеешь сегодня? Есть ли печать Духа Святого сегодня на жизни твоей, на сердце твоем? Вот даже один человек, который был в неверующей семье, семья всей его была далеко от Господа. И вы знаете, он покаялся, они очень ожесточились. И пошли на них к какой-то ведьме, родственнике, и говорят, ну мы ему сделаем. Они пришли к ней и говорят, я ничего не могу сделать. Вокруг него большое сияние. Вокруг него ополчаются ангелы Господни. Аллилуйя! Братья и сестры, такому Богу мы слушаем. Мы не видим своими физическими глазами, но ангелы ополчаются вокруг, боящихся Его. А воочи. Жил Бог Израиля. Как важно сегодня, братья и сестры, чтобы мы не были в состоянии слепых христиан, чтобы мы сегодня имели глаза Иисуса Христа. Отче Иисуса, Отче Христа. Все они видят, все они зрят. Как в этом псалме мы поем. Все они видят, все они зрят. Мотивы, желания, мысли наши, братья и сестры, нашу жизнь знает Иисус Христос. И как было сегодня сказано про дела наши, братья и сестры, я знаю дела твои. Еще место писания, там написано, а дела идут вслед за нами. Аллилуйя. О, как хорошо, братья и сестры, когда это хорошие дела. Когда праведник, лежа на одре уже в Олесе, перед встречей с Господом, он говорит, а я нечто вижу, а я слышу пение хоров ангелов. А родные стоят возле него и говорят, какие ангелы, какие хоры, что ты слышишь, что ты видишь. А Господь показывает еще на земле. Еще не переходя, человек видит славу Божью. Потому что праведником ожидает небо. Хвала Иисусу. Как важно, братья и сестры, сегодня в нашем служении, чтобы это служение сегодня стало памятным в нашей жизни. Возможно, ты никогда не давал обещания служить Богу. И ты откладываешь это на завтра. Но сегодня Господь Духом Святым говорит сердцу твоему, поспеши. Дабы не было поздно. Don't be late. Поспеши к Иисусу Христу. Если ты говоришь, я не достойный принимать водное крещение еще, я не достойный еще посвятить свою жизнь Господу Иисусу Христу на служение, у меня много недостатков. Это вражеский обман. Приди к Иисусу. Он достойный. И Он удостоит тебя. Посредством крови Иисуса Христа. Хвала Ему. Я читаю Слово Божье. Время так быстро летит. И мы будем молиться. 8 глава, 2 законе, 11 стих. 10-11 стих зачитаю. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедуют тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедуют тебе. Вы знаете, братья и сестры, что когда Господь имел дело с Израилем, много было обещаний, но виновников, всех моментов, что переживал израильский народ, был не Господь, но Израиль. Вы представляете себе, за 40 дней должны были войти в обитованную землю, но Бог зачитал им один день за год. 40 лет они странствовали в пустыне. И еще это не все, братья и сестры. И то многое количество людей, они костями легли в пустыне, и Слово Божие дает ответ, почему они там легли в пустыне. За неверие. Господи, что это такое? Видеть такую славу, видеть, сколько милости, Слово Божие говорит за неверие. Не поверили в Господу. Братья и сестры, мы ничем не лучше за Израиль. Сегодня верующие люди говорят, нет уже чудес, таких, как было и раньше. Сегодня люди верующие говорят, а почему мне идти туда на служение, да проповедует тот, тот и тот. Сегодня люди перестали видеть Господа пред собой. А муж Божий, псалмопевец, говорил, а я всегда видел, отеснуя себя Господа. Аллилуйя! Братья и сестры, я хотел бы сказать, что люди, рожденные свыше, которые познали Господа, они в каждом дне, в каждом миге, в жизни своей, они видят руку Господа. Они видят лицо Господа, как было сегодня сказано. Они имеют общение с жизнью Богом. И вы знаете, Господь, Он говорит, когда ты войдешь в ту землю, ты будешь есть этот хлеб, иметь, будешь много достатка. И Слово Божие говорит, ты благословляй Бога твоего. Вы знаете, что мы сегодня живем в стране, где все есть. Многие люди говорят, ну, зачем мне молиться за исцеление, я пойду на больный доктор, он поможет мне. Кто-то говорит, а зачем мне просить за хлеб? Я имею деньги, я буду покупать этот хлеб. Братья и сестры, мы должны благословлять имя Господне, потому что это все от Него. Аллилуйя! Мы должны благословлять имя Господне и воздавать всю славу Господу и быть благодарными Ему. Но есть одно предупреждение к нам сегодня в этом служении. Берегись, чтобы ты не забыл Господа. Много-много раз мы видим где-то на дорогах или в каких-то местах такой сайн, что человек обращает на него внимание и еще так большими буквами может выделить этот сайн. Берегись. Там или напряжение большое, или другие моменты, которые человеку, человек может погибнуть. Но слово сегодня говорит об нечто другом. Берегись, чтобы ты не забыл Господа. Братья и сестры, в нескольких моментах хотел бы обратить внимание. Почему нужно сегодня беречься, чтобы не забыть Господа? Возможно ли верующим христианину, рожденному свыше, забыть Господа и потерять спасение? Возможно. Многие люди, братья и сестры, они они заигрывали с грехом. Одна нога была в церкви, другая была в мире. Они потерпели кораблекрушение веры. И многие из них погибли, и нету с нами их. Почему? Самый страшный обман, братья и сестры, это когда человек обманывает сам себя. Но Слово Божие говорит, «Берегись, чтобы ты не забыл Господа». Что значит забыть Господа? А Божие Слово дает ответ. Не соблюдая заповедей Его, и законом Его, и постановлением Его. Если мы не перестаем соблюдать Слово Божие, если дети перестают быть покорными родителям, многие из них сегодня в тюрьмах, а начиналось все с непокорности родителей, непослушания. Когда дети, они перестают уважать старших людей, братья и сестры, это по заповедям Господних или нет? Это не заповедь Господня. Когда молодые люди насмехаются над старшими родителями и говорят, они языка не знают, привезли нас в эту страну. Это заповедь Господня или нет? Заповедь Господня почитают за имать. И это заповедь с обетованием. И ты будешь долголетелем на той земле. Будет благ у тебя. Вы знаете, братья и сестры, что все заповеди, которые нам оставил Господь, они все не для того, чтобы человеку было трудно жить на земле, и человек говорил, как мне тяжело их исполнять. Вчера было сказано, когда эти заповеди, они есть наскорожали от нашего сердца. Нам радостно и сладостно их исполнять. Аллилуйя. Вот у нас, братья и сестры, если кто-то говорит, ох, какой тяжелый путь в следовании за Господом. Я думаю, там не было еще рождения свыше. Когда приходят рождения свыше, братья и сестры, вот так хочется исполнять Слово Божие. Вот так хочется углуждать Господу святым хождением. Так хочется любить Его всем своим сердцем. И тогда ты ближнему любишь. Ты вместо того, чтобы осудить Его, ты стараешься помочь Ему, если Он ошибки делает. Ты стараешься помочь подняться Ему. Ты не добиваешь упавшего камня. Ты всех любишь, потому что это есть сердце Иисуса Христа. Аллилуйя. Это есть учение Иисуса Христа. Это есть исполнение Его заповедей. Это, братья и сестры, то, что формирует нас на этой земле и подготовляет нас к вечности. А если мы сегодня в церкви не можем видеть ближнего сестра и сестру и брата, братья и сестры, мы войдем в Царство Божие. Нет. Если не покаемся. Если у нас есть обиды, непрощения, если у нас есть неразвязные узлы в нашем сердце, и мы откладываем на завтра, братья и сестры, завтра не наш день. Возможно, сегодня придется, как сегодня был мой брат, мой брат родной Андрей, проповедовал, возможно, отчет придется давать, взвид пред Господом, а я не готов давать. Что будет, братья и сестры, а если я не готов? Сегодня день спасения, сегодня лето Господней милости, сегодня к чему-то сердцу Господь говорит, приготовься к встретению Господа Бога твоего. Он глядет за своей церковью. Вала ему. Как важно сегодня, братья и сестры, беречься, дабы нам не забыть Господа. Уповать на милость Его, братья и сестры, любить Его всем своим сердцем. И 1 Коринфянам, апостол Павел, он говорил такие слова, 10 глава, тут стих, который мы хорошо знаем, 12 стих. По всему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Берегись. Берегись, не забыть Господа. Если ты думаешь, что ты стоишь, берегись, чтобы ты не упасть. Вы знаете, я как-то сам работаю на констрашене и разговарив с одним человеком, и он как-то сказал, если ты, например, работаешь на высоте, и ты говоришь, что ты уже так привык, что ты даже не смотришь, бегаешь там, то берегись, чтобы ты не упал. Это уже такое привычное состояние, как ново сегодня христиан, они говорят, я же спасен, и у меня все хорошо, я дитя Божье. Они привыкли к Божьей благодати. И один человек, который очень сильно упал, ему задан вопрос был, почему, что случилось? Он говорил, я потерял страх Божий. я перестал беречься, беречь свое сердце. Вот греха от этого мира, и пришло время, пришло падение. Почему, братья и сестры? Самоуверенность, надежда на свои силы, но Господь говорит, берегись. По всему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Берегись. Это задание нам. Многие люди говорят, ну, пусть Бог побеспокоится обо всем. Бог беспокоится, Бог заботу положил великую о нас. Но слово сегодня говорит, ты берегись, дабы ты не упал. Как это очень важно. И Матвея, 24 глава, 4 стих. Мы зачитаем. Иисус сказал им, Матвея, берегитесь, чтобы кто не прессил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить о Христос, и многие прессят. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прессил вас. Братья и сестры, если мы внимательно читаем, этот ответ был ученикам Иисуса Христа. Ученики могли говорить, учитель, о чем ты говоришь? Мы же так много научились от тебя. Мы же такие уже умные, такую мудрость мы имеем. А Христос говорит им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прессил вас, ибо многие придут под именем моим. Братья и сестры, почему Христос об этом говорил? Потому что многие люди сейчас, даже в это время, они живут, они не знают Господа. Они говорят, мы верим, выйдем на улицу, спросили Бога американца, он говорит, я верю в Бога. Любого человека на улице встретишь, да, я верю в Бога. Но, братья и сестры, вы знаете, что не нужно нам знать, какая фальшивка. Нам нужно знать оригинал, и мы будем отличать. Нам не нужно изучать сотни фальшивок, нам нужно знать оригинал, братья и сестры. Нам нужно знать Господа. Аллилуйя. И тогда, когда придут моменты, будут нам говорить там Христос, там Христос. И будут говорить Христос.